Всем здорова, ребята! Ну что, у нас сегодня обзорчик на очередного героя, которого вы просили показать вам, рассказать о нем. Это у нас будет землеройка. Ребята в большинстве написали про землеройку, значит будет сегодня у нас краткий обзорчик на землеройку. Топовый PvP-герой, который используется на дефе и в атаке, снимает бафы, наносит огромный урон, накидывает молчанку, уменьшает отхил. Увеличивает уклонение героя на 50%, это дофига, имеет иммунитет к ослеплению и от него, от его урона нельзя вернуться. Какие варианты по талантам? Вот у вас, я вам показываю, у меня два таланта прокачанных на десятку, либо со, либо огненка. В данном случае я использую огненку, так как на сегодня на топовый против зефира. То есть я получаю на 55% меньше дамага, нежели у меня бы стоялая сумма, чисто ради этого. Герой обалденный. По талантам на атаку нет смысла, еще есть вариант собрать его с подашкой, либо ремка и плюс любая эмблема. У меня, например, на бездонате стоит ремка, мне вполне хватает. Как для бездонатного аккаунта, по локациях подашку ставишь, либо оживу реально тащит, хватает. Набор энергии быстрый, то есть по талантам я вам рассказал, это вот самое оптимальное, что на сегодня есть, плюс еще два. По эмблемам все зависит от того, где вы будете использовать автопрокер. На дефе воодушку ставите, если она стоит на дефе у вас, по локации ставите ремочку, либо оживу, либо дополнительный деф, и этого тоже вполне вам хватит. Все зависит от вашего топа. По снаряге, вот кстати у меня снаряга, я не поменял, это у нас снаряга стоит с этого смотрителя. Я видите, только увидел как раз, надо поменять. По снаряге, вот это самый оптимальный вариант для землеройки, священный суд, увеличенный отхил, улучшенный деф. Что-то подтормаживает. Еще какие варианты есть? Ну, вот этот вариант бессмысленный. Вот этот вариант хорош, в принципе, увеличит немножко жизни, но так как герой ближнего боя, пока он добежит, его могут уже слить. То есть, это не спасет, увеличение жизни на сегодня не списает. А вот здесь самое оно, уменьшенный дамаг, плюс отхил от того же питомца, отворожая будет намного лучше. Если вы поставите доспех, тоже, в принципе, как вариант, неплохо, сможете бегать на смотры, но опять же, там нужна отражалка и уклонение это мешает, я показывал вам видос. Все остальное, честно говоря, такое себе. Некоторые собирают на дамаг, но этот герой просто будет сливаться на любой отражалке. На дамаг его бессмысленно собирать. Есть другие герои, которые имеют встроенную оживу. Тот же самый Анубис, тот же самый Бугимайн, который реально будут тащить. С сборкой на дамаг этого надо рунить в дэп. По созвездиям. Естественно, самый топовый вариант уклонения нету, делайте ножи, чтобы дольше жил. Все остальное, честно говоря, хрень. Не собирайте этого героя на дамаг, он должен у вас чем подольше прожить. Соответственно, чем дольше он будет жить, тем больше будет в жопе вражеская команда, если он будет включаться. По питомцам. У меня всегда на нем стоят дефные питомцы, либо ангелы, вот как сейчас, либо там... Все полностью, все по этому отхил, по максималке. То есть, все, что можно впихнуть на отхил, все ставьте в такую сборку и будет вам счастье. В общем, вот так вот. То есть, такой вот топовый герой, он используется на дефе и на пвп локациях. Есть какие-то вопросы, пишите в комментах, пишите в комментах, какого героя вы хотите увидеть в следующем на обзоре. Ставьте лайки, всем удачи, всем пока.